Новости на телеканале Север. Студия Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Встретились на Красной площади в хоккейном турнире. Команда Ненецкого округа вышла на ледовую арену в Москве на товарищеский матч. 374 новых случаев заболевания ковид-19 выявили у жителей Ненецкого округа за прошедшие трое суток. Один человек скончался. День всех влюбленных – лишний повод для выражения признательности любимым. Счастливая пара из поселка Нель-Минос делится семейными секретами. 374 новых случаев заболевания ковид-19 выявили у жителей Ненецкого округа за прошедшие трое суток. Один человек скончался. Более 600 пациентов прошли курс лечения и выписаны. В настоящее время на лечении с диагнозом ковид-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 874 человека. Еще у четверых пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 878 человек. Из них стационарное лечение получают 49 человек, амбулаторные – 829. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Долгожданный матч в сердце столицы. На ледовом катке встретились две команды. Спортсмены Ненецкого округа и легенды хоккея провели товарищескую встречу на Красной площади. О том, как прошел турнир, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Семен Афанасьев встал на лед, когда ему было еще 12 лет. Тогда его брат взял с собой на игру. Взял с собой, мне понравилось. Играл. Потом была большая пауза. Она связана с армией, с работой. Сейчас опять возобновил. Уже третий год играю. Ездим, участвуем в чемпионате ночной хоккейной лиги в Сочи. Все нравится, все получается. Будем продолжать. За всю свою спортивную карьеру Семен и представить не мог, что будет состязаться с легендарными хоккеистами. Однако 2022 год преподнес нашей команде сюрприз. Товарищеский матч с именитыми спортсменами. Это вообще о таком даже мечтать не приходилось. Но сбылось. Я думаю, что покажем себя хорошо. Перед выходом на лед традиционное напутствие от тренера. Разбор стратегического плана игры. Затем самый долгожданный момент. Встреча с легендами хоккея. Шайба на поле. Игра началась. На первых минутах тайма на льду развернулась настоящая битва. Команда от Нинецкого округа не уступала легендам хоккея. Однако те сумели прорвать оборону. И вот в наших воротах первая шайба. Бросок на пятак. И... Первый тайм продолжается. Нелегко нашим ребятам прорываться через оборону именитой команды. Благодаря сноровке и скорости шайба все же оказалась в воротах соперника. Бросок. Друзья и гости сравнивают. Трибуны ликуют. За сборную команду от Нинецкого округа пришли болеть наши земляки. Мы попросили обязательно быть здесь, посмотреть. Мы очень рады. И мне подсовывают атрибуты хоккеиста. В общем, мы очень рады быть здесь, потому что очень крутое мероприятие. Пристально наблюдал за игрой спортсменов из Нинецкого округа председатель совета легенд ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Он достойное сопротивление, достойную игру показывает. Молодцы. Практически игра идет на равных, скорости одинаковые, что у одной, что у другой команды. И результат Евдис тоже хороший для такого матча. Молодцы ребята. 9-6. Матч завершился победой команды «Легенды хоккея». Ну, не хватало завершения. У ребят уже, конечно, когда играют против вратаря, который в 2000-х годах защищал сборную России на воротах, конечно, у ребят тряслись руки. Броски были неточные, можно так сказать, выше ворот. Ну и вратарь подтащил у них. Молодец. А так, в целом, игра прошла довольно-таки в ровной борьбе. Где-то даже наши ребята переигрывали соперника. Несмотря на то, что сборная Нинецкого округа проиграла в матче, противники «Легенды хоккея» оказались под впечатлением от игры наших спортсменов. Нет, нет, не поддавались. Площадка немножко, конечно, тут увеличенная. Вот, поэтому ребята ваши быстрые очень. Мы немножко за ними не успевали, но они помоложе. Ну, все равно было очень здорово. И мы с ребятами разговаривали, они очень довольны. И я думаю, что таких матчей надо побольше. Ну и ждем ответный визит. Если пригласят, с удовольствием приедем. Самое главное, знаете, как есть желание, есть понимание, правильное понимание игры. Это не просто бей-беги, а люди понимают, куда, зачем все свои движения. Поэтому, ну, это радует. Мы очень много ездим по России. Поверьте, были во всех уголках. Эмоции от игры зашкаливали. Окружные спортсмены хоть и проиграли, но все же успели забить ворота противника шесть шайб. Конечно, есть узнание. Особенно, когда смотришь сюда и понимаешь, что, блин, вот этот уровень сыграть с легендами, это все-таки, не знаю, это очень многого стоит. Там у них один дух даже без игры как бы преобладает гораздо. На них смотришь и восхищаешься их игрой, как бы их техникой. Там серьезно. Ну, олимпийские чемпионы, там, этим сказано многое. А по поводу игры, да, как бы, ну, сложновато с ними играть, мягко говоря. После игры на поле спешит губернатор округа Юрий Бездудный. Молодцы, сыграли хорошо. Спасибо вам. Давайте. Тренируемся и зовем легенд к нам в гости. Было бы обидно, если бы легенды проиграли. Поэтому будем считать, что это такая небольшая фора. Мы хотели бы отыграться теперь. Поэтому посмотрим, как они сыграют на нашем льду. Поэтому, конечно, пригласим легенд хоккея. Добавлю. Товарищеский матч состоялся в поддержку спортсмена Александра Терентьева по инициативе губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Наталья Дуркина, Алина Ваучейская, Ольга Павловская, Владислав Носкин, Телеканал Север. В Ненецком округе увеличили территорию для реализации программы «Арктический гектар». 12 гектаров дополнительной площади выделены в Приморско-Куйском сельсовете. Соответствующий законопроект принят на сессии собрания депутатов. Законопроект на сессии представила начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа. Представленный законопроект разработан в рамках рекомендации Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации по расширению территорий, входящих в программу «Гектар» в Арктике, а также по предложению главы сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет Заполярного района Ненецкого автономного округа. Предлагается окружной закон 273 ОЗ о территориях, которые участвуют в программе «Гектар» в Арктике, дополнить территории площадью 12 гектар, находящиеся в собственности сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет и расположенные непосредственно в населенном пункте деревни Куя. Первоначальная общая площадь выделенных земель на территории Приморско-Куйского сельсовета составила 1293 гектаров. Напомним, федеральная программа «Арктический гектар» заработала в округе в августе 2021 года. По упрощенной процедуре жители региона могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональными законами. Участки передаются в безвозмездное использование сроком на 5 лет. По истечении этого срока его можно оформить в собственность или заключить договор аренды. Граждане сами могут определить вид использования. Это может быть строительство дома, ведение сельского хозяйства или любой другой законный вид деятельности. С 1 февраля этой программой могут воспользоваться не только жители Ниньского автономного округа, но и любые граждане России. Программа в Ниньском автономном округе реализуется довольно-таки успешно. Было подано около 40 заявлений и в настоящее время идет процесс предоставления участков. Единственное ограничение, которое возникает после 1 февраля, то, что у местных жителей сейчас отсутствует право первоочередного получения этих земельных участков, которое было с 1 августа прошлого года по 1 февраля этого года. И в настоящее время в собрании депутатов в том числе рассматривается вопрос и возможно появление законодательной инициативы, которая предполагает изменение федерального закона для того, чтобы это право сохранить и в будущем, не только которое было до 1 февраля, но и в отношении участков, которые будут вновь вводиться в эту программу. Напомним, что бесплатный гектар можно получить в шести арктических регионах Российской Федерации – Архангельской и Мурманской областях, Ненинском автономном округе, Ямало-Ненинском автономном округе, республиках Карелия и Коми. В настоящее время гражданам доступно более 1 миллиона гектаров. Также граждане могут выбрать участок в режиме онлайн через портал гектарварктики.рф. Подать можно как индивидуальную, так и коллективную заявку – до 10 человек. С 1 февраля 2022 года программа доступна всем гражданам Российской Федерации, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Анастасия Евтысая, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 21 февраля лучшим студентам учреждений профессионального образования региона будут вручены именные стипендии сенатора Российской Федерации от Ненинского округа Дениса Гусева. Всего учреждено 9 разовых именных стипендий по трем номинациям. За достижения в учебе, за достижения в спорте и за активную общественную работу. Стипендии выплачиваются единовременно по итогам учебного семестра за счет личных средств сенатора Дениса Гусева. Их размер составляет 3000, 2000 и 1000 рублей. Это больше не материальное стимулирование, суммы, но они вместе с тем несут о том, что мы дополнительно даем возможность проявить себя всем студентам. Мы специально в таком широком ключе сделали по три номинации, чтобы максимальное количество возможных активных студентов вовлечь в этот процесс. Претендовать на дополнительное поощрение могут 27 студентов, имеющих высокие показатели в учебе, творчестве и спорте, а также студенты-активисты различных организаций и объединений, которых Денис Гусев предложил активнее вовлекать в общественно-политическую жизнь региона. Мы будем предоставлять возможность стать помощниками, в частности моими помощниками сенатора, чтобы они могли активно их привлекать уже к парламентской законотворческой деятельности на местном, на региональном уровне. Но вместе с тем существуют молодежные парламенты в Совете Федерации. И как-то немножко готовить молодые кадры, чтобы они в дальнейшем уже стали нашей опорой в общественно-политической жизни округа. Конкурсный отбор кандидатов проводит специальная комиссия, куда входят педагоги и представители администрации учебных организаций. Напомню, разовая именная стипендия от сенатора Дениса Гусева была учреждена в 2021 году. В финальной игре в футбол общество «Динамо» открыло шестую спартакиаду. Как прошел товарищеский матч между силовыми структурами и какие соревнования еще ждут участников, расскажет Василий Хатанзейский. Напряженная игра «Синие» идут в нападение. Именно в этой форме выступают служащие управления Министерства внутренних дел. Последний тайм-матч за второе место подходит к концу. Счет 7-4. Лидирует команда «Синих». Сегодня они в товарищеском матче со спортивным клубом «Армии» закрывают турнир по мини-футболу. Сыграли хорошо, как бы все рады. Главное побегали для себя, потому что спорт в любом случае всегда только положительно влияет. Играя, если сказать в целом, то пропустили первый гол, но не поникли. Сразу же отыгрались, это, наверное, дополнительный импульс дало, и в итоге мы победили, причем с таким крупным счетом достаточно. Для каждого из участников «Спартакеады» соревнования – это не просто время провождения со своими коллегами. Это и знакомство со служащими из других силовых ведомств. «В первую очередь, конечно, тренировки многое дает. И тут даже плюс то, что мы ходим не только командой МВД, а у нас все структуры силовые. То есть и армия, и разгвардия. И ходим, получается, все вместе. Поэтому общаемся, друг друга знаем, на тренировках играем. А тут дополнительные турниры, они как бы еще дух соперничества придают. И это как бы еще лучше. И чем чаще такие турниры проводятся, тем интереснее. То есть одно дело где-то на тренировке побегать там в удовольствие, и другое дело здесь, когда нужно как бы за результат. Всего в турнире участвовало пять команд. Одна из них – разгвардия. Для служащих уже сложилась добрая традиция – выигрывать кубок за первое место в турнире по мини-футболу. Непосредственно в этом году, в 2022-м, началась «Спартакеада» общество «Динамо». И открыла эту «Спартакеаду» самый массовый спорт Российской Федерации, то есть футбол. Непосредственно с мини-футбола «Спартакеада» началась. Все команды проявили настойчивость и упорство в достижении этой поистине ценной для всех команд награды. По итогам турнира – золото у Росгвардии. Второе место заняла команда управления Министерства внутренних дел и закрыли тройку лидеров спортивный клуб армии. На этом состязания не заканчиваются. Команды примут участие еще в 12 соревнованиях. Мы планируем в конце февраля провести и гири, и настольный теннис у нас планируется. В начале марта мы планируем провести плавание. У нас 13 видов «Спартакеады», которые мы закрываем. Самый главный кубок по итогам всех соревнований получит та команда, которая наберет лучшие результаты в каждом состязании. 14 февраля во многих странах мира отмечают самый романтичный праздник – День всех влюбленных. В России отношение к этому европейскому празднику неоднозначное. Но, безусловно, многим он дает лишний повод, чтобы порадовать свою вторую половинку. Об одной счастливой паре из Ненинского округа смотрите в следующем сюжете. 14 февраля 2015 года. День, когда Любовь и Георгий Талеевы стали мужем и женой. Вместе они пережили многое, ведь знакомы с самого детства. 27 декабря 2014 года Георгий в присутствии родителей сделал предложение Любови. Вы знаете, вроде и давно, но, наверное, никогда не забудешь. Во-первых, это новый шаг в моей жизни, да и не только моей. Любовь в ней был новый шаг. И просто вот было как-то неожиданно в плане того, что вдруг человек не согласится, вдруг какие-то эмоции, не знаю, ну вот так вот и взял предложение. И человек согласился, и вот. Долго тянуть подачу заявления не стали. Сразу после новогодних праздников пошли в ЗАГС. И после праздников мы решили, приедем в ЗАГС и подадим заявление. И получается, мы приехали 13 января 2015 году сюда, подадим заявление в этом ЗАГСе. И так получилась дата бракосочетания, выполненная 14 февраля 2015 года. Было неожиданно, но приятно. Романтические отношения у молодых завязались сразу после возвращения Георгия с армии. И они уже через 4 года сыграли свадьбу. А спустя еще год родилась дочка Мирослава. С ней в жизни молодых родителей появилось много веселых воспоминаний. У нас старшая дочь, сейчас ей 5 лет. Когда она только училась говорить, пришла на кухню. И понять, мы на часа два на нее смотрели, она плакала, бедная плакала. И понять, что она от нас хочет. И говорила, апельсин, да? А апельсин, как она? А апельсин-то красиво. Говорить не может, жертвы не показывает, ну, понять не может. Знаете, это первый аналогичный опыт, когда смотришь на ребенка и думаешь, у меня, что она вообще хочет? Она ей все-таки высказалась, что она хочет апельсин. А два года назад в семье Талеевых появилась еще одна дочка – Виктория. Пополнение стало сюрпризом. И с появлением второго ребенка даже появилась семейная шутка. Мы так неожиданно узнали, что я беременная. Мы даже вот дома пошучиваем. У нас так, что дочь – долгожданчик, а младшая – нежданчик. Как-то вот так вот. Несмотря на все трудности, через которые проходит большинство семей, Любовь и Георгий сохраняют тепло в отношениях, а в их взгляде друг на друга чувствуется тепло и уважение. Не надо бояться ссор, не надо бояться непонимания, наверное, друг к другу. Просто это потом все переживается и... Ну и все хорошо. Пара из Немельного носа завоевала титул «Семья года-2021» на региональном уровне. Для семьи Талеевых это стало приятной неожиданностью и поводом для гордости. Для нас вот это вот, знаете, то, что мы признаны победителем регионального этапа, это у нас большой этап и такая неожиданность, но это очень приятно, что какой-то маленькой деревеньки подали сами, приняли участие и победили. Так что для нас это очень ценное событие для нашей жизни. Георгий Талеев желает всем жителям округа ничего не бояться и строить отношения. Встречайте, женитесь, растите детей и у вас все получится. Так вот думайте, переживайте, что как, что будет. Не надо. Любите, любите и женитесь, и живите. И у вас все получится у всех. Телеканал «Север» поздравляет семью Талеевых с годовщиной свадьбы. Катрина Тейборей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. До встречи в эфире.